Вашему вниманию удивительнейшая тема. Жизнь на новой земле берегите своего ангела. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мне хотелось бы подытожить разговор об ангелах-хранителях. Первое. Ангелы-хранители являются самыми близкими к вам представителями сил света. Поскольку находятся практически в вашем энергетическом пространстве. Второе. Они приходят вам на помощь всегда, даже если вы их не призываете. Поскольку именно в этом и состоит их служение. Третье. Одновременно они помогают и вашей душе. Поскольку в отличие от нее способны оказывать непосредственное воздействие на события и ваше окружение. Четвертое. Они посылают вам знаки и подсказки как на тонком плане во сне, так и на физическом. Направляя ваше внимание на тех людей или на ту информацию, которая является для вас по-настоящему важной, а порой и судьбоносной. Пятое. Поскольку они способны видеть многовариантность событий в вашей жизни на ваших временных линиях. Они всеми силами пытаются направить вас по той из них, которая отвечает планам вашей души. Шестое. Они оберегают вас, словно заботливая мать от всех крупных и мелких неприятностей, подставляя свои энергетические крылья каждый раз, когда вам грозит физическая опасность. Седьмое. Они всегда готовы вступить с вами в контакт и охотно отвечают на ваши вопросы. И все же помните, родные мои, что ваши ангелы-хранители, как и все другие представители светлых сил, предпочитают вести разговоры на темы духовные и отвечать на вопросы, которые имеют для вас действительно важное значение. На бытовые же темы любят беседовать астральные сущности, которые с охотой удовлетворяют ваше любопытство по любому поводу. А теперь мне хочется дать вам несколько советов по поводу ваших отношений с ангелами-хранителями. Всегда помните о своем ангеле-хранителе и со своей стороны тоже старайтесь помочь ему. В чем может заключаться эта помощь? Прежде всего, не подвергайте себя опасности по пустякам. Будьте внимательны и осторожны. И это касается не только физических проявлений в вашей жизни, но и ее энергетической составляющей. Помните о том, что любая ваша негативная мысль или эмоция способны привлечь в ваше энергетическое пространство незваных астральных гостей, с которыми затем придется иметь дело не только вам самим, но и вашему ангелу-хранителю, который оберегает вас на всех планах бытия. Не дергайте своего ангела-хранителя по пустякам ненужными вопросами, отвлекая его от основной работы. Иногда, в казалось бы спокойные моменты вашей жизни, он может решать насущные для вас вопросы на тонком плане, порой взаимодействуя с другими силами света. И вмешиваясь в этот процесс, вы можете невольно навредить себе и ему. Всегда призывайте своего ангела-хранителя на все ваши сеансы и медитации. Он с удовольствием примет в них участие и одновременно явится энергетическим мостиком, соединяющим вас с силами света, более высоких вибраций. И не забывайте, как можно чаще благодарить вашего самого верного и преданного помощника. Ваша любовь и благодарность придаст ему сил, поскольку служение человеку в трехмерном мире, Работа непростая и очень опасная. Даже для такого высоковибрационного существа, коим является ангел-хранитель. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Берегите своего ангела». Маленькое дополнение. Сегодня, 21 сентября 2020 года. Вам предоставляется прекрасная возможность поблагодарить своего ангела-хранителя, потому что сегодня день ангела. Потому что сегодня всемирный день мира. И потому что сегодня великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Вот поэтому всегда передается сообщение, что человек никогда не бывает один. Как только вы воплощаетесь на планету Земля, с вами вместе приходит ваш ангел-хранитель. Рождества Пресвятой Богородицы